Азербайджан От правной точки, ведь очень многие люди, которые комментировали, я заметил, что они очень осторожно говорили о российско-азербайджанских отношениях. Которые были, на мой взгляд, на очень высоком уровне, а в последние годы так и выше, чем, допустим, отношения с Арменией в каких-то смысле. Да, потому что тут есть несколько вещей, которые я тоже, как и вы, ощущаю. С одной стороны, я тоже видел, что отношения с Азербайджаном очень хороши и среди двух руководителей. И на уровне элит, например, 350 русских школ. Где? Я такой другой стороны не знаю, к сожалению, на просторах СНГ. И при этом у нас, так сказать, в стране все время их в чем-то обвиняют в каких-то связях с какими-то другими государствами. Они независимы, у них там есть действительно нефть, у них есть на что развиваться. Ну и, казалось бы, отвернись от России совсем и занимайся там с Турцией. Нет, они это делали и делали осознанно. Я много беседовал и с Алиевым, и с его супругой. Ну, сейчас не буду углубляться. Вы правильно привели, как бы, с одной стороны, пример, что многие в России не заинтересованы в этом. Кто-то не заинтересован по, там, этническим причинам, например, а кто-то по политическим. Это, как правило, русские, российские наши чиновники или политики, или эксперты, так называемые. Можно списывать там на армяно-азербайджанские истории и элиты, которые здесь живут в России. Это часть этого процесса. Но она основана там на совсем других вещах, да, там территории, там истории. А вот наши-то почему против? Почему против? Почему наши-то не хотят углублять эту историю взаимоотношений с этими странами? У нас зато очень много либералов были, которые не хотели этого. А почему они не хотели? Потому что Запад не хотел. А эти ребята, все они оттуда. Все они находятся под этим влиянием, там, мягкой или другой силы. Так они и сегодня никуда не исчезли. Посмотрите, вон, рядом, СМИ, радио, телевидение. Они никуда не делятся. Они как пропагандировали свою направленность туда. Зачем им там?